Восемь вечера в Украине. На Интере. Время подводить итоги. Сегодняшний день в материалах корреспондентов подробностей. В студии с вами я, Екатерина Лысенко. И смотрите в выпуске. За всё заплачено, чего требуют от Украины МВФ взамен кредитных миллиардов. Народ и другие животные. Депутаты под куполом взялись за флору и фауну. Бесценные продукты. Кто взвинтил цены на украинские яйца? Намыл на приговор. Время судят полицейского, крышевавшего нелегальных старателей. Спустя месяц после подписания меморандума с МВФ, правительство сегодня наконец опубликовало на своем сайте текст документа на английском языке. Официального перевода пока нет, но интернет-издание, документ на 75 страниц уже перевели и вовсю комментируют. Так, в резюме к меморандуму МВФ похвалил Украину за прогресс в борьбе с коррупцией и приватизацией госпредприятий. В то же время остался недоволен темпами пенсионной реформы. Что касается самих требований фонда в обмен на очередной транш для Украины, то вот некоторые из них. Утверждение до конца года единых принципов начисления пенсий, увеличения пенсионного возраста и ужесточения критериев получения минимальной пенсии. Предоставление парламентам НАБУ права прослушки, удерживание цены газа на уровне импортного паритета, что позволит поквартально корректировать тарифы на топливо. Принятие закона об обороте земель сельскохозназначения, который откроет доступ к свободному рынку купли-продажи земли, реформирование системы налогообложения, в частности, значительное сокращение предпринимателей, работающих по упрощенке. Требования МВФ могут пойти вразрез с политическими лозунгами парламентских политсил. По крайней мере, некоторые пункты соглашения уже вызвали шквал критики среди депутатов. Что нардепы точно не поддержат и что у фракций в приоритете. Об этом в следующем материале. Рабочую неделю депутаты начинают с выступлений. Говорят о законах, которые требуют, и правках, которые отзывают. В блоке Порошенко решили пока не менять закон об электронном декларировании, а с коррективами, которые могли сделать информацию о доходах чиновников служебной, решили повременить. Я залишаюся далее прихильником того, что эта информация должна быть для службового користования, и мы должны, общество, переводить в режим профессиональной работы борьбы с коррупцией, а не спекуливать на теме борьбы с коррупцией. Оппозиция настаивает на своих изменениях в проект бюджета на следующий год и говорит о преследованиях. Замість того, чтобы заниматься экономическим разведением страны, влада обрала шлях безпредставных звинувачений, тиску на оппозиционных депутатов и переследование политических оппонентов. Все это делается с единственной метою – отверстие внимание общества от экономических и политических проблем. Саме тому проводятся безпредставники обшуки в офисах оппозиционных депутатов. Щоденно анонсуются арешты представників оппозиції. В малых фракциях говорят о пересмотре тарифов и возмущены предлагаемой повесткой дня. Розглядати законопроекты про флору и фауну, но не розглядати питания житлово-коммунальных послуг, энергетической сферы, не розглядати питания земли. Это нужно быть абсолютно неадекватными, понимаете? И парламент сегодня, украинское суспільство, воспринимает как неадекватив, которые не могут актуально поставить проблему и которые не могут людям дать решения. Но куда больше возмущения было, когда за ту же повестку дня на всю сессию, то есть до Нового года, стали голосовать. Раз за разом ее не принимали, а спикер все искал в зале голосам. Бракует одного-двух голосов. И хочу напомнить, не так давно, 5 дней в тому, когда шло вопрос судей, и было 224, я оставил по 15 раз. Было так занять. И это не было порушения регламента. В итоге расписать законодательный маршрут до конца сессии так и не смогли. Все, на что спромоглись нардепы, поддержать повестку дня недели. Да и то с восьмой попытки. В Кулуарах тем временем обсуждают визовый режим с Россией. Уже в четверг спикер анонсирует голосование. Голова парламенту запропонувал правильное решение, что запровождение безвизового режима с Россией. Целком очевидно, что абсолютно каждый громадянин Украины не захищен на территории агрессора России. И может в любой момент стать ей заручником. Патриотизм и глупость – это разные вещи. Скажите, это приблизит мир? Или это приблизит реинтеграцию Донбасса и Крыма? Или это поможет трьем миллионов украинцев, которые там работают и кормят свои семьи, находящиеся в Украине? На наш взгляд, нужно ухвалить ключевые решения про разорвание дипломатичных стосунков с Российской Федерацией. И тогда все другие вопросы будут выходить из этого. А так, вы знаете, эти напевмиры... Впрочем, как будут искать голоса и как законодательно пропишут нормы визового режима, пока неясно. Предмет на документ, которого пока нет, не обсуждают. За то, что обсуждают, так это меморандум МВФ. Накануне пункты соглашения стали известной общественности. На 80 страницах прописано в том числе и то, за что придется голосовать парламенту. А это и разрешение на продажу земли, и повышение пенсионного возраста, и добро НАБУ на прослушку. МВФ позиция складывает очень просто. Вы должны сравнивать свои доходы и расходы. Все другие, в принципе, их глобально не цікавят. И у них есть рекомендация. На сегодня в парламенте нет большинства вообще, и явно нет большинства, чтобы принимать те законы, которые уряд обещал своему меморандуму МВФ. Не будет этот парламент голосовать за знание мораторий на продажу сельско-польской земли. И еще одна вещь, которая меня удивила, это то, что именно МВФ требует, чтобы НАБУ дали дополнительные возможности. Я согласен, НАБУ должны иметь дополнительные возможности. Но мне кажется, зал должен инициировать это, а не МВФ. Потому что если МВФ рекомендует, а не зал, ну тогда мне не вопрос, кто все-таки управляет Украиной. Как минимум за один пункт продление моратория на продажу сельхозземель выступили три фракции. А значит, эту рекомендацию МВФ парламент вряд ли выполнит. Да и с остальными пунктами споров явно будет не меньше. Екатерина Лысенко, Ольга Рыцарь, Владимир Самченко, Иван Ермаков. Подробности телеканал Интер. Так станут ли многие жесткие пункты, прописанные в меморандуме МВФ, реальностью? Найдутся ли в ради голоса для законопроектов, разработанных на основе этого документа? И в конечном итоге, сможет ли Украина рассчитывать на очередной траншфонда? Вот что думают по этому поводу политические эксперты. МВФ не ставит этих антисоциальных условий в принципе. Он ставит конкретные показатели, которые должен достигать Украину. Показатель инфляции, показатель бюджетного дефицита, показатель курса валют и все другие. Но для каждого Украина национального Украина есть свой выбор, как достигать этих показателей. Из этих 75 строк тексту МВФ выйдут сотни новых украинских законов, которые уже будет принимать Верховная Рада. Можливо, некоторые точки говорят, что так. Там, где интересы могут сбегаться, это вопрос о приватизации. Все эти антисоциальные вещи нет, потому что в правительстве коалиции все меньше и меньше остается людей, которые хотят на себя брать тягар, электоральный тягар, им до людей идти. Что к пенсионной реформе и рынку земли, это вопрос давно на порядке денному. Давно за часть законопроектов Рада проголосует. Если не проголосует и если не будет продолжена співпрация с МВФ, то нужно рассчитывать последствия. Можут выникнуть курсовые проблемы, проблемы с курсом валюты. А кому это нужно для бизнеса? Вопрос финансовой и макроэкономической стабильности. В чем суть требований МВФ? В том, что, по сути, это предпродажная подготовка. Требования МВФ, они, по сути, открывают дорогу западным транснациональным корпорациям для масштабного захода в Украину. Не будут выполнены условия, не будет денег. Хотя, собственно, вот нынешний транш, он миллиард, он является чисто политическим, потому что его дали для того, чтобы не допустить дестабилизации социально-экономической и политической ситуации в Украине. Хотя целый ряд требований, выдвигавшихся МВФ, не был выполнен. Будет давать для поддержания штанов. Фермеры уже бастуют. Сегодня аграрии нескольких областей провели предупредительную акцию протеста. В Сумской области, к примеру, селяне уже вынуждены забивать скот и сокращать посевы из-за непомерных налогов. Аграрии предупредили, если правительство их не услышит, выведут технику не на поля, а к Верховной Раде. А харьковские фермеры в свой рабочий день выстроили технику, комбайны, машины и тракторы вдоль магистральной трассы. Требуют вернуть люгодную систему налогообложения и выступают против отмены моратория на продажу земли. Фермеры опасаются, что земля окажется в руках крупных агрохолдингов, а мелкие хозяйства разорятся. Мы боимся, опасаемся, предупреждаем, что увеличение налогов для аграриев – это и есть прямой путь к подорожанию продуктов. Мы сейчас имеем, допустим, такой продукт, как мясо, уже в разряде деликатесов. То может и молоко, и хлеб, и другие овощи стать тоже деликатесами. Деликатесом вскоре станут и яйца. По данным госслужбы статистики, только в столице за последние 10 дней сентября их стоимость выросла почти на 30%. А как обстоят дела с ценами в других регионах, узнавали наши журналисты. В Запорожье покупатели на рынках называют яйца «золотыми». За последнюю неделю стоимость 10 штук взросла на 5-6 гривен. Разве можно такую цену? Только были 13,50, уже, пожалуйста, 20-21. Где денег брать на такие? Куры, наверное, не несутся. Зерно дорогое. Продавцы на рынке отмечают – цена кусается, но спрос не упал. Покупателей меньше не стало. А вот почему так резко подорожали яйца – не знают. Ну, я не беру на себя смелость там за кого-то что-то решать. Фабрики повыстили, у нас повышаются. Золоток яиц теперь придется отдать до 70 гривен и в магазинах. Там тоже зафиксирован резкий скачок цен. Кто-то даже считает это оправданным. Это просто у нас зарплаты маленькие. Вот, электроэнергия дорожает. А это все заложено в стоимость. Кармаза тоже повысились. Пусть электроэнергию опустят на низ. Бензин тоже, транспортные расходы. По чему яйца в Днепре – этот вопрос многие продавцы воспринимают в штыки. А при чем тут я? Цены от меня зависят. В крупных супермаркетах еще можно отыскать десяток по 13 гривен. Но в основном цена стартует от 15. Это самые мелкие – и до 20. Когда они подорожали? Дня 3-4 назад. Но они не резко, они как-то так вот постепенно. После подорожания покупателей вдвое меньше. А что делать? Есть выход? Как бы есть, надо. Эксперты объясняют – это сезонное подорожание. У нас всегда на осенне-зимовый период цена на яйца увеличивается, оскільки в господарствах населення уменьшается вырубництво. Фабрики имеют хотя бы какую-то возможность невеликую увеличить цену и выйти на уровень рентабельности. За качеством товара в своем маленьком магазинчике Сергей следит лично. Да только за ценами едва успевают угнаться. Эту партию куриных яиц предприниматель закупил вчера и ужаснулся. Буквально за неделю производитель увеличил стоимость на 6-7 гривен. В отличие от экспертов Сергей предполагает – такой скачок напрямую связан с отменой государственного регулирования цен. Их просто отпустили в свободное плавание. На той неделе я покупал, это было значит на 400 гривен за десяток, резко подскочили до 20, а сегодня я звонил – уже 21 гривна за десяток. Да, это в закупке. Скажу так, стыдно людям в глаза смотреть. Люди приходят и в таком шоке обвиняют нас, потому что это мы, ну мы ж розница, мы ж купили, продали. А пустят цены, возможно, только после новогодних праздников, говорят эксперты. А пока что платить придется все больше и больше. Ольга Теребинска, Наталья Грищенко, Сергей Бордюжа, Станислав Кухарчук. Подробности – телеканал «Интер». А вот чиновникам правительства собирается повысить зарплаты. На это хотят выделить дополнительно полтора миллиарда гривен. А еще на 7 миллиардов увеличить расходы на оборону и безопасность. Из них 2 миллиарда гривен пойдут на полицию. Что ж, доходы, видимо, позволяют. Как отчитались в госкузначействе, казна в этом году получила 407 миллиардов гривен. Это на 6% меньше, чем планировали, но больше, чем в прошлом году. Тогда сумма доходов была около 380 миллиардов. Намыл на приговор экс-начальника Сарнинского райотдела полиции все-таки будут судить. Напомню, это именно тот полицейский, который в нецензурной форме по телефону требовал у подчиненных покинуть место незаконной добычи янтаря. В августе Сарнинский райсуд отправил дело Игоря Харитонова на доработку в прокуратуру. А сегодня это решение рассматривал апелляционный суд. Подробнее Инна Белецкая. Игорь Харитонов руководил Сарнинским райотделом полиции, но аттестацию не прошел. Сразу после собеседования взял больничный. Лечился целых два месяца, пока в главке оформляли приказ о его увольнении. Впрочем, болезнь не мешала Харитонову отдавать приказы подчиненным. Я вам даю 5 минут. 5 минут. Так тогда еще действующий начальник райотдела разговаривал с подчиненными, которые прибыли на место незаконной добычи янтаря. И требовал убираться и не реагировать на работу мотопомп. В прокуратуре открыли уголовное производство по статье вмешательства в деятельность правоохранителей, которое воспрепятствовало пресечению преступления. Дело уже направили в суд, но в августе суд Сарнинского района решил вернуть материалы в прокуратуру. Теперь апелляция. Адвокат заявляет, мол, подзащитный не понимает, в чем же его обвиняют. Сам подозреваемый в суд не явился, опять заболел. Прокурор все замечания адвоката считает безосновательными. Суды совещались не больше трех минут и постановили, Харитонова все-таки будут судить. Итак, дело возвращается в Сарну и тем временем Игорь Харитонов через админсуд пытается добиться восстановления на работе нацполиции. Инна Белецкая, Николай Василюк, подробности телеканал Интер, Ривненская область. А вот Виктору Шаповалову уже вряд ли удастся восстановиться в органах. Сегодня, после полутора лет за решеткой, бывший беркутовец признал свою вину и сдал коллег. В ходе очередного судебного заседания по делу о расстрелах активистов Евромайдана Шаповалов признался. Он лично видел, как беркутовцы в крепостном переулке били людей дубинками, но не остановил их. Не отреагировал и тогда, когда спецназовцы начали стрелять. Бывший командир спецподразделения также назвал имена бойцов, которые получали патроны со свинцовой кортечью вместо резиновой. Помпа и ружницы высовалась в письмо сустава командного высосоведнего луга. Конечно, заберешь, что произошло. Ну вот, как мы говорили, вы не можете ответить за весь беркут, но просите ли вы прощения за себя, что так случилось, уже как случилось? За себя, да. На вторые сутки адвоката Марка Фейгина все-таки допустили в СИЗО Лефортово к нашему арестованному коллеге Роману Сущенко. Помещение тюрьмы защитник покинул полтора часа назад. Подписку о неразглашении не давал. По словам Фейгина, уже завтра он напишет жалобу на арест, а также планирует оспорить постановление о возбуждении уголовного дела. Марк Фейгин также добавил, что на Романа оказывали давление. Пытались заставить признать вину и угрожали длительным заключением. Однако журналист сделать это отказался. Ситуацию прокомментировали и в украинском МИДе. Вопрос с допуском консула к Роману до сих пор не решен. Мы будем следить за судьбой нашего коллеги. США и впредь будут поддерживать Украину, пообещал госсекретарь Джон Керри. Дипломат заверил, от своих принципов Вашингтон не отступится. О конфликте на Донбассе Керри говорил на конференции в Брюсселе. Госсекретарь в очередной раз заявил, проблема аннексированного Крыма и конфликт на востоке Украины должны решаться только дипломатическим путем. Мы хотим сотрудничать с Россией. Лично я встречаюсь с главой российского МИДа чаще, чем с другими дипломатами. Но несмотря на поиск диалога с Москвой, мы должны оставаться верными принципам свободы и демократии. Еще раз подчеркиваем, непоколебимы в нашей поддержке стабильной, единой и демократической Украины. Виктория Нуланд отправится в Москву, чтобы обсудить ситуацию на Донбассе. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии после визита 4 октября в Брюссель отправится на встречу с представителями российских властей. Официальное сообщение появилось на сайте госдепартамента США. Отмечается, что Нуланд прибудет в Москву для обсуждения последующих шагов, необходимых для реализации минских соглашений для поддержки нормандского формата и переговоров в формате трехсторонней контактной группы. Долгая дорога домой. Сегодня из Одессы на Донбасс вернулись первые 65 переселенцев с ограниченными возможностями. Они не были здесь с лета 2014-го. Так их встретил подконтрольный Украине Славянск, видел Геннадий Вивданка. Александр из Куйбышевского района Донецка. Воочию наблюдал начало битвы за Донецкий аэропорт. В начале июня 2014-го года его вывезли в Одессу волонтеры. Теперь вернулся. Приехал домой, на родину. Я больше двух лет не был на родину. Я хоть из Донецка, но Краматорский не чужой город. И Славянский, и Световодский-то. Говорится, мне не чужой. Две сотни переселенцев с ограниченными возможностями жили в Одесском санатории Куяльник. Однако возникли проблемы с оплатой их проживания, поэтому пришлось вернуться. Всего в Краматорск и Святогорск приехали 65 человек. Юлия с мужем сейчас в центре реабилитации в Краматорске. Рассказывает, снарядом разбила квартиру в родном Первомайске. Вот на старость лет маемся. Из-за этой войны я не знаю, жизни нет. Хотя у меня была тоже и нас, и квартира. Все-все было. И без ничего осталось. Татьяна сопровождают дочь и мужа. Уже успела разобрать вещи. Нам тут нравится. Нас встретили хорошо. Определили. Нормальная комната, хорошая, чистая. У директора Краматорского центра реабилитации Светланы сейчас 10 таких новых подопечных. Все условия убеждена, для них есть. За месяц, я думаю, в Святогорске сделают пантусы, доступные санузлы с поручнями. Я думаю, что месяц они у нас будут. Мы с удовольствием их будем опекать и создавать нормальные им условия. Остальные переселенцы сейчас в Святогорске. Губернатор области Жибривский обещает закончить ремонт специализированного корпуса в середине октября. Об этом он заявил на странице в фейсбуке. Александр по прозвищу Танцурист через месяц должен переселиться туда. Пока он демонстрирует танцевальное па и вспоминает, как выступал летом с партнершей Германией. После концерта немцы нас просто с Наташей атаковали. Где вы учились танцевать? Мы им просто ответили, вы еще не видели весь Донбасс. Вы только часть видите. Дончанин говорит, в Куяльнике осталось еще более полусотни таких переселенцев. Сам он мечтает, чтобы в Краматорске оборудовали улицы пандусами, так же, как было в его родном Донецке. Геннадий Вивденко, Вадим Ревун, Руслан Терентьев. Подробности телеканал Интер из Донецкой области. Россия впервые развернула в Сирии передовую противоракетную систему дальностью 240 километров. Ее компоненты доставили в минувшие выходные на российскую и военно-морскую базу в сирийском городе Тартус. С таким заявлением выступили трое американских чиновников. Эту информацию подтвердили и в Москве. Новая система вооружения вполне может оказать сопротивление любым атакам американских крылатых ракет в Сирии. А в Соединенных Штатах сегодня снова теледебаты. После нашумевшей дуэли Трампа и Клинтон схлестнутся кандидаты в вице-президенты. В отличие от звездных первых лиц, они малоизвестны и в мире, и в самой стране. Кто они, напарники лидеров президентской гонки? И как могут добавить голосов Дональду или Хиллари? Дмитрий Анопченко следит за подготовкой к их дискуссии. Вроде бы те же декорации и та же телевизионная картинка, что и во время недавних дебатов Хиллари и Трампа. Но тут, в университете Лонгвуда, сегодня будет совсем другое шоу. Без взаимных обвинений и без попыток утопить соперника. Так здесь принято. В политической команде, как в спортивной. Кандидаты в президенты нападающие, а вице-президенты в защите. Их задача сегодня вовсе не вызвать всплеск общественного интереса к своей компании. Скорее наоборот. Успокоить страсти, разъяснить, дать зрителям не лозунги, а ответы. Дебаты вице-президентов. Это скорее игра в хорошего и плохого полицейского. Те, кто слегка напуганы резкостью Трампа, увидят, что его второй номер спокойный и рассудительный. Тем, кому не хватало позитива в компании Клинтон, получат этот позитив от ее напарника. Организаторы шоу прекрасно понимают, мега рейтингов сегодня не будет. Но и задачи такой тоже нет. Ведь и мир, и страна должны просто присмотреться к тем, кто вскоре станет вторым по влиятельности человеком в Америке. А участники сегодняшних дебатов не то что в мире. В самих штатах-то не особо известны или популярны хоть и давно в политике. Но в этом и плюс. Нет негативного багажа, как у их патронов. Второй номер у Трампа. Майк Пенс. 57-летний губернатор штата Индиана. До этого почти не мелькал в новостях. В отличие от шефа, не может похвастаться харизмой, но и за словом в карман не полезет. И намерен доказать, у них в арсенале есть не только громкие заявления, но и четкий план. Его ровесник Тим Кейн, второй номер у Клинтон, был мэром Ричмонда, столицы Вирджинии, и губернатором этого штата. Ему куда проще. Дебаты ведь тоже в Вирджинии, на своем поле. Его плюс свободно говорит по-испански. А демократы как раз рассчитывают на голоса латиноамериканцев. Он попробует не критиковать, как недавно делала Хиллари, а скорее выступит ее рекламным агентом. Мол, альтернативы нет. Вряд ли по влиятельности кто-то из этих вице-президентов, даже оказавшись в Белом доме, сравнится с нынешним вторым лицом в государстве, Джо Байденом, которому Барак Обама доверяет самостоятельно решать самые сложные вопросы. Вряд ли их сегодняшние цитаты, удачные шутки или ляпы так же широко разлетятся в прессе, как и во время дебатов Хиллари и Трампа. Дело здесь совсем в другом. Эта возможность присмотреться к обоим вице способна помочь тем, кто не определился и наконец-то сделать выбор. Соперники ведь пока что идут плечо к плечу с небольшим перевесом у демократов. Вот почему Америка сегодня вечером будет следить за шоу, которое может показаться несколько скучным, но все равно способно очень многое изменить. Из Соединенных Штатов Дмитрия Нопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. Секретные файлы американской президентской гонки обещают вскоре обнародовать создатель Викиликс. Сегодня уже 10 лет с момента появления первого материала на скандальном сайте. Какое заявление сделал в день рождения своего детища Джулиана Санж и кому стоит бояться разоблачения? Татьяна Лагунова продолжит. Викиликс продолжает разоблачать, опубликовать новые сенсационные материалы, пообещал лично основатель проекта Джулиана Санж. Документы будут появляться на сайте раз в неделю в течение следующих двух месяцев. Телемост Лондон-Берлин Джулиана Санж в посольстве Эквадора. Журналисты в здании одного из берлинских театров. Основатель сайта Викиликс интригует. Никаких деталей, только общие фразы. Материалы, которые сайт опубликуют до конца года, будут очень важными. Они касаются трех влиятельных организаций в трех разных странах. И, конечно, это будет информация об избирательной гонке в США. Компромат на Дональда Трампа или Хиллари Клинтон. Попытка повлиять на результат выборов, если да, то в пользу кого из кандидатов. От этих вопросов Джулиан Санж мастерски уходит. Мол, личных антипатий у него нет. Есть работа. В последнее время меня не точно цитировали и неправильно понимали. Говорили, что мы намерены навредить Хиллари Клинтон. Вернее, что я хочу навредить Клинтон, потому что она мне не нравится. Но это не так. А еще Санж объявила о наборе помощников для проекта на добровольных началах. Викиликс ищет людей, которые помогут обеспечить публикацию и распространение новых материалов. Татьяна Лугунова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Мы тоже провели свое расследование и попытались узнать, сколько хочет выручить глава МВД за спорные харьковские лесные гектары. Этот материал вы увидите чуть позже. 150 тысяч долларов требовал один из руководителей отделения фонда госимущества в Ивано-Франковской области. За эти деньги он должен был снизить стоимость объекта недвижимости, выставленного на торги, и разрешить киевскому бизнесмену принимать в них участие. Во время передачи части суммы 20 тысяч долларов чиновника задержали сотрудники СГУ и военной прокуратуры. Деньги принес посредник. Полиция новая, привычки старые. На взятки попался патрульный во Львове. Почти 8 тысяч гривен он требовал у предпринимателя. Его микроавтобус должен был везти по городу бытовую химию. По закону автомобиль с таким товаром обязан сопровождать машина полиции. Но поскольку никаких документов у бизнесмена не было, полицейский потребовал взятку. Взамен пообещав, что микроавтобус проверять не станут. Деньги получал частями. Во время передачи оставшейся суммы его и задержали. А сегодня во Львове текли реки мусора после проливного дождя. Жители одного из спальных районов говорят, отходы не вывозили около недели. Ливневки забились, вода вырывалась даже из канализационных люков. На одной из улиц напор был настолько сильным, что выбил крышку канализационного колодца. Не заметив под водой яму, грузовик одним колесом угодил прямо в нее. Вытащить машину коммунальщики пытались несколько часов. Резонансное ДТП в Чернигове. Там на своем джипе несколько машин протаранил председатель облсовета. В каком состоянии находился чиновник, выясняли наши корреспонденты. Это ДТП произошло на одной из черниговских улиц в полдень. Председатель облсовета Игорь Вдовенко, тормозив на перекрестке, врезался в находящийся впереди автомобиль. По словам правоохранителей, он мог быть в состоянии алкогольного опьянения. Водей Hyundai Tucson при зупинке на червоный сигнал светлофора не дотримался безопасной дистанции руха и совершил связь с автомобилем Славута, который стоял перед ним. Водей, который причинил дорожнюю транспортную пригоду, на месте отказался от проходения теста на алкоголь. Ему было запропоновано пройти это в медицинском закладе. Он походился. Свидетели рассказывают, Вдовенко вел себя не агрессивно. Они так мирненько стояли. Никто не скандалил, ничего. Я не знаю, когда именно произошло, но три машины легковые стояли. Связаться с самим Игорем Вдовенко пока невозможно. Его телефон отключен. На контакт с журналистами он не идет. По словам его коллег, сам Вдовенко со вчерашнего дня находится в отпуске. Правоохранители обещают, результаты освидетельствования Вдовенко появятся в ближайшие дни. И тогда станет ясно, садился чиновник за руль пьяным или нет. Руслан Смещук, Вадим Свиридонов. Подробности телеканал Интер. В Ужгороде 35-летний судья апелляционного суда решил свести счеты с жизнью. Выстрелил из травматического пистолета в висок. Его нашла на балконе супруга, вызвала скорую. Сейчас он в коме. В апелляционном суде области Евгений Животов занимался рассмотрением уголовных дел. Но громких не вел. 19 сентября ушел в отпуск, а в 2013 работал в Великобрезнянском райсуде. Тогда неизвестные сожгли его автомобиль. Отец Евгения тоже был судью апелляционного суда Закарпатской области. Теперь работает в Киеве, в высшем специализированном суде Украины и рассматривает гражданские и уголовные дела. Связана ли попытка самоубийства с профессиональной деятельностью, правоохранители пока не говорят. Леса внутренних дел. Глава МВД Аваков перепродает купленные за копейки 11 лет назад участок леса под Харьковом. Будучи губернатором, Аваков так спешно скупал землю, что даже не удосужился правильно оформить документы. Теперь намерен спорные земли перепродать, после чего вернуть государству 18 гектаров лесных угодий будет практически невозможно. А министр неплохо заработает. Подробнее наши корреспонденты. Как Аваков с бытной с губернатором скупал привлекательные земельные участки под Харьковом, в антикоррупционном центре заинтересовались еще весной. А началась история в декабре 2005-го. Тогда администрация Дергачевского района продала фирме «Инвестор», владельцем которой является семья главы МВД Арсена Авакова, более 18 гектаров леса под Харьковом, территорию бывшего пионерлагеря «Лесная тропинка». Оформление сделки прошло с грубыми нарушениями. Там зеленого проекта землеустройства не разрабатывался, не имеют права земельный участок передавать в собственность купли-продажи без утверждения Дергачевской районной администрации проекта «Землеустрой». Они не утверждали. Они 26 декабря сразу выдали распоряжение про продаж земельных делянок. К тому же утверждают в антикоррупционном центре 7 гектаров леса, закрепленных за лесным фондом, вообще нельзя было передавать в частную собственность. Сейчас глава райгосадминистрации, который в 2005-м подписывал это решение, все отрицает. В 2011-м прокуратура все же выявила нарушение закона при проведении сделки и признала ее недействительной. Но на этом все не закончилось. Аваков нашел способ вернуть элитный участок. Но когда прошла революция достоинства, Аваков пришел на пост министра МВД, и третья инстанция, высший суд, господарский суд вернул инвестор Элитбуду этот участок, 18,15 гектара, который инвестор Элитбуд перепродал потом еще лесной Галявы, не ТОВ, лесной Галявы, на конечным бенефициаром которого является жена Авакова. Рабочие соседнего экопарка показывают, где раньше располагался пионерлагерь, выкупленный фирмой Авакова. И сразу вправо там есть как раз пояс. Да, где там идете? В сторону дома или стекать? Да, в сторону дома. Только если слева будет, а это справа. Вот они, остатки пионерского лагеря «Лесная тропинка» за этим забором в лесу. Сегодня народный депутат Сергей Каплин обнародовал новые подробности. Теперь эти земли Аваков намерен перепродать харьковскому бизнесмену Александру Фельдману. О том, что землями распоряжается уже другой бизнесмен, нам косвенно подтвердили рабочие соседнего экопарка. Говорят, в здании пионерлагеря разместится обезьянник. Получить же официальное подтверждение в компании Александра Фельдмана не удалось. От комментариев там отказались. Светлана Шекер, Александр Яновский. Подробности телеканал Интерхарьков. Сколько сможет заработать на перепродаже лесных угодий глава МВД пока неизвестно. Зато известно, что в конце августа в парламенте зарегистрировали проект постановления об отставке министра. Кроме того, информационное возбуждение вокруг персоны Арсена Авакова привело к возбуждению уголовного дела, в котором фигурирует его имя. Об этом, напомню, в конце сентября заявил генпрокурор Юрий Луценко. Контракт на разработку Юзовского месторождения сланцевого газа, недавно заключенный из голландской компании Юзгаз, не выгоден для страны. Об этом пишет издание «Реалист». По данным журналистам, располагающими копиями договора, государство получит всего 25% доходов. Напомню, Юзовская, крупнейшее месторождение сланцевого газа в Украине, его объем оценивают в 4 триллиона кубометров. Более того, за компанией, получивший контракт, может стоять бывший министр экологии и приближенный семьи Януковича, Николай Злачевский, пишет издание. Рекордное падение британской валюты за 1 фунт теперь дают доллар и 20 центов. Это самый низкий курс за последние 30 лет. Резкое обесценивание валюты стало последствием вчерашнего заявления премьера Терезы Мэй. Она сообщила, что процесс выхода страны из Евросоюза начнут уже в первом квартале следующего года. Что точно не потеряет в цене в Британии, так это современные Джеймсы Бонды. Уникальное интервью с сотрудником внутренней разведки Великобритании заставило простых граждан переосмыслить свое отношение к шпионам. Моя коллега в Лондоне, Оксана Кундеренко, выслушала историю секретного агента. Прежде чем пригласить Тома Маркуса в студию, журналистам потребовалось получить десятки разрешений от разных государственных органов и обеспечить абсолютную анонимность человеку, скрывающемуся за черным капюшоном. Имя, конечно же, изменили. В жестокой реальности моя работа предполагала находиться на самых опасных улицах нашей страны и искать самых опасных террористов в мире. Тех, кто хочет уничтожить западное общество. История его жизни похлеще любого кино. Бравого юного солдата с безукоризненной репутацией пригласили на секретную службу внутренней разведки. О работе из близких знала только жена, коллега по МИ-5. Я выдавал себя за водителя грузовика, работающего в Минобороны. Это звучало так скучно, что люди переставали задавать вопросы. А еще позволяло, скажем, получить медстраховку. Ну, кто бы в здравом уме стал страховать действующего спецагента? Работая под прикрытием на улицах британских городов, он притворялся бомжем под видом алкаша, набросился на полицейского, чтобы спасти ему жизнь, предотвратил теракт, когда боевики Бока-Харам хотели взорвать автобусы со школьниками. Сидя у мечети, выследил террориста, переодевшегося мусульманской женщиной. Мы лучшие в своем деле. Притворяемся строителями, выпивохами в пабе. Мы можем быть в интернет-кафе рядом с теми, кто ведет переговоры о теракте или же без оружия и находятся в контакте с теми, кто несет бомбу в рюкзаке. Секретная служба не прошла даром. У Тома диагностировали посттравматический синдром. Он уволился и не смог адаптироваться в обществе. В резюме сплошные пробелы. Правду разглашать нельзя, а кормить семью нужно. Пришлось начинать с самого дна. Я работал в колл-центре и в закусочных, чтобы справиться с ролью мужа и отца. Даже сейчас он не может спокойно идти по улице. Ищет в толпе подозрительных людей. Однажды в торговом центре поймал вора, который пытался стащить телевизор. И едва не обезвредил его как потенциального террориста. В эти стены Том Маркус точно не вернется, хотя Ми-5 не отпускает ни на миг. Послезавтра в продажу поступает его автобиографическая книга «Солдат-шпион». Тщательно проверенная, даже отцензурированная с измененными именами, чтобы не навредить действующим агентам. Оксана Кундеренко и Сергей Дубинин. Подробности. Британское бюро телеканала Интер. Обладателями Нобелевской премии по физике стали трое ученых из США. Королевская академия наук Швеции присудила награду Дэвиду Тоуласу, Дункану Халдену и Майклу Костерлицу за их открытие в области топологии. Необычные состояния материи. Нобелевские лауреаты изучали длительное время. В будущем их эксперименты смогут помочь в создании квантового компьютера и откроют новые возможности в электронике. Пока президент Филиппин продолжает безнаказанно оскорблять мировых лидеров, 9 австралийцев за скандальную выходку могут получить 2 года тюрьмы. Об этом не только в нашем обзоре. Неожиданный гость. Пострадавших от землетрясения итальянцев приятно удивил визит Папы Римского. Понтифик изменил маршрут своей поездки и заехал в разрушенный город Аматриче. Там в тишине помолился в так называемой Красной зоне. Это самый опасный район. Из-за риска обвалов людей туда не допускают. Президент Филиппин продолжает сквернословить. И от Родриго Дутерте в очередной раз досталась Бараку Обаме. Теперь американского лидера он послал к черту. Раньше Дутерте обозвал Обаму сукиным сыном. Таким же прозвищем наградил и Папу Римского. Обругал и Евросоюз из-за того, что Запад осуждает его методы борьбы с контрабандой наркотиков. За три месяца, в течение которых Дутерте возглавляет страну, убиты более 4 тысяч человек. В Малайзии из-за трусов под арест попали 9 австралийцев. Полицейских возмутил рисунок на нижнем белье туристов. Он был исполнен в стиле малазийского флага. Мужчины приехали в страну поболеть на Формуле-1. После победы соотечественника не сдержали эмоций и разделись. Пока австралийцев держат за решеткой и решают, по какой статье привлечь к ответственности. То ли за неприличное поведение на публике, то ли за провокацию. Им грозит до двух лет лишения свободы. За пять лет ни одного прогула британский подросток Сэм Станарт не ездил в отпуск с родителями и приходил в школу, даже будучи больным. Все для того, чтобы достичь стопроцентной посещаемости и выиграть айпад. Розыгрыш устройства в школе проводили ежегодно и Станарту все никак не удавалось выиграть. Теперь парень, выпускник и все, чего удостоила его альма-матер за такие жертвы, диплом и ручка. На помощь онлайн-покупателям пришло селфи. Фотография самого себя действует как пароль для подтверждения заказа. Чтобы вашим снимком не смог воспользоваться вор, программа просит моргнуть. Так банкиры упрощают жизнь шапоголикам. Мол, теперь не нужно запоминать длинные пароли и коды. Достаточно воспользоваться камерой телефона и покупка из интернета уже в пути. Сервис будет доступен во всем мире уже к концу года. Без моделей и фотошопа в Британии журнал Vogue выйдет с фотографиями обычных женщин. Октябрьский номер глянца посвящен естественной красоте. И все участницы съемок никогда не имели отношения к миру моды. Среди них историк архитектуры, управляющая благотворительной организацией и директор технологической компании. На обложке будет красоваться актриса Эмили Блант, ведь она чаще всего играет роли простых женщин. Следите за развитием событий на нашем сайте. Подробности Юэя в прямом эфире увидимся уже завтра. Хорошего вам вечера и до встречи на Индере. Редактор субтитров А.Семкин